Девушки отдыхают У православної спільноти України існує добра традиція. Напередодні Великого Православного Свята Покрова Пресвятої Богородиці проходить щорічний міжнародний фестиваль «Покров». Це вже 17-ти кінефестиваль, і за часи його існування було показано більше 800 фільмів з 15 країн світу. Відбулося більше 10 світових прем'єр, а всього на фестивалі було нагороджено понад 70 режисерів з різних країн і континентів. Серед фільмів «Володарів Гран-при» такі відомість річки як «Острів» Павла Лунгіна. Монах і біз Миколи Достеля так багато інших. Якщо в твоєму монастирі якісь чудеса? Тут всього лише плод сплів проти течення. Це ли не чудо? Ні чудо. Темою цьогорічного фестивалю є «Сім'я, мала церква». Мені каже, що якщо не буде «Сім'ї», то не буде всього нашого міра, не буде монашества. Все найбільше, все найбільше, все найбільше починається в «Сім'е». Я верю і уверена даже в тому, що всі фільми, які представлені сьогодні, вони зменять «Мир». Для мене «Сім'я» – це дуже багато. У мене дуже больша сем'я. У нас, якщо ми собираємося за столом, у нас, получается, чоловік 26. А у нас там каждые 4 роки рождається ребенок в «Сім'е». Такі фестивали, я думаю, дуже важливі для того, щоб ми как-то інститут «Сім'я» підтримували в связи з нашими, особенно теперішніми всевозможними европейськими, скажімо так, устремленнями. Надо как-то, тому що так і «Сім'я» і «Сім'я» не буде, скоро будемо так, этими общинами жити. У мене двоє дітей і вже троє внуків. Діти – це прекрасно, це замечательно. Наша присутність тут є свідченням нашої сім'ї, нашої любові, нашої праці. Ми теж в той час створили сім'ю. Господь дав нам одне одного, дав нам час випробувань, час радості, час любові. Звичайно, як будь-яка родина, ми проходили свої випробування, але з Божою допомогою ми їх якісь подолали, якісь в процесі подолання. І зараз на основі власного досвіду допомагаємо тим людям, які хочуть мати щасливу сім'ю. Допомагаємо тим людям, які переживають певні трудощі в своїх стосунках. І з Божою допомогою маємо цю радість в певних успішних результатів. Нам почастимо бути всією нашою сім'єю разом. Окоханий чоловік, донечка, і ще Господь нам дав малячка десь за тиждень-два задавати на Білий світ. Просимо ввізького вас молитву. І, на жаль, не всі присутні в залі, тут є сім'єю. Когось вдома чекає чоловік, когось десь чекає матуся, сестра, брат. От хто у вас є сім'я? Будь ласка, після сьогоднішнього прекрасного вечора. Просто візьміть телефон, зателефонуйте, напишіть повідомленням словами вдячності або просто з тим, як ви їх любите. Їм буде приємно. І вам, даруючим свою любов, буде втричі приємнішим від того, що ви зробили. Як поразительно красива наша планета Земля. Ністері, яка не була б відмечена печатью дивічної природні красоти. Як будь-то кожній країні дан уникальний драгоценний дар, так, щоб ніхто не остался обделен. Ністері на цій землі, в якій не було б духовно прекрасних людей, наделенных глупокою верою, преданністю, жертвенностю і отзывчівостю. Отець Александр, темою сьогоднішнього фестивалю выбрали семейные ценности, точніше тема «Сем'я, малая церковь». Почему? Люди, к сожалению, забыли, що сем'я – це основа держава, це основа твоєї личного щастя. Це то пространство, в якому ти можеш по-настоящому себе реалізувати як людина. Тобто немає нічого важливі, чим плодитися і розміжатися, чим воспитувати настоящих православних людей, а ми називаємося стороною православною, і більшість людей кріщених. І нам хотілося б цю тему не обострити, а все-таки показати, а особливо молодежі, а на фестиваль ее багато було за це время, молодежі приходили, і веруючі, і неверуючі, все-таки говорити о том, що, ребята, все вокруг вас интересно, весело, задорно, але немає нічого більш радостного і веселого, чим собственна сем'я. Але почему-то сейчас все відкладують браки, все відкладують рождення дітей, все відкладують на потім. Типа, как говорит молодежа, все ще впереди, заработаю, квартира, машина, а потім дітки і все остальне. І ми навіть не представляємо, як це катастрофічно звучить, просто катастрофічно звучить. Це абсолютно маловерію, особливо для пар, вже женившихся, але не маєших дітей, а маєших дітей. Тобто вони по своєму желанню лишають себе радість дітей рождения і виспитання дітей. Тому ми пыталися і фільми відбирати, щоб вони соответствували тематике, і розговори все велись на фестивали, самі різні. ДНР 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 Ради чого ми живем? Сидеть около телевизора, смотреть дурацкие шоу или ковыряться в телефоне, или в сети общаться с людьми, которых ты даже не знаєш и не видиш. Ведь, наверное, интересней своего ребеночка обнять и с ним позаниматься чем-то. Я понимаю, что сейчас скажут, что что-то вы не о том, а не в наше время говорите. Вот как раз мы хотим вернуть нормальное время. Чтобы люди к этому пришли, понимали, что их здоровье и здоровье тоже, потому что люди, не желающие жить семьями, не рожать детей, они чаще всего многими вещами болеют потом. Это правда. Господь попускает эти болезни. Люди просто не понимают, почему они так в раннем возрасте чем-то заболели, почему у них это случается. Ну, потому что ты не идешь Богу, ты не служишь Ему, ты себе пытаешься угодить. И в итоге получается хуже всем. Богу от этого хуже не будет. Он просит тебя, организуй семью, будь настоящим человеком. И все, больше ничего ему не надо. Будь человеком, как я тебя учу. А люди не хотят. Я полностью с вами согласен. Недавно мой друг, скажем так, стал таким более семейным человеком. Говорит, знаешь, Вась, раньше я хотел спать, раньше я болел часто. А теперь, говорит, как-то не до этого. Если когда и жил Бог на земле, то это Он. Если ты узнал Бога в человеке, ты должен провозгласить истину перед всем народом. Да они не поверили бы мне. Они бы сочли меня за сумасшедшего. Стащили сутилича, как у Малишонова. Вы сказали, что в том числе много неверующих молодежи приходят посмотреть фильмы и так далее. Как вы думаете, что их привлекает? Понимаете, какая штука. Православное кино, оно вообще должно быть не для православных людей. Я вообще готов сказать, что пускай вообще православные не ходят, а пускай ходят другие заполнения зала. Люди, еще не пришедшие церковь и не понимающие, что такое здоровый христианский образ жизни. В прямом смысле этого слова. То есть, насколько Христос нас любит, насколько Он нам дает все, что нам необходимо. Насколько ощущаешь Его милосердие к нам и милость Его. Что начинаешь иногда с такой... Не то чтобы жалеть, молитвенно жалеть других людей, которые это еще не прочувствовали. И все-таки люди, большинство людей, не бывает вообще людей, которые не хотели бы прийти к Богу. Это происходит в разное время. Они ищут разными путями. Кто-то в церковь приходит, сразу остается там. Кто-то читает книги. Он пытается понять о Боге и так далее, о православной вере. А здесь в кинотеатре этого незаметно. То есть, на тебя не смотрят друзья. Ты пришел, посмотрел кино и, наверное, что-то понял. И я разговариваю с молодежью, они сильно говорят, что, слушайте, мы думали вот так в церкви. А смотрю, здесь вроде по-другому. И вроде все проще, чем мы думали. Вообще там и с юмором, и пошутить умеют. Мы там думали, все такие закрытые, ходят такие недобрые люди. Это тоже наша проблема. Что мы им не умеем радоваться, веселиться. У меня, когда прихожане на службе стоят, не улыбаются. Я говорю, вы не стойте такими здесь. Вы на работе не улыбайтесь. А в церковь это радость и веселье. Вы по грехам своим, когда читаете правила, вы каетесь на исповеди. И то эти слезы должны быть такие искренние и сердечные. Но не надо лепить себе маску страдальцам. Один священник, которому даже в советское время дали возможность проповедовать по телевидению. Он говорит, пожалуйста, не скажите ни слова о Боге. И не скажите ничего о вере. Он просто сидел и полчаса, 20 минут, светским языком доносил те вещи, над которыми человек может задуматься и потом прийти в церковь. Мне кажется, что некоторые фильмы... Но не ко всем фильмам человек готов. Я не очень люблю фильмы, где священники в кадре, епископы и так далее. Оно не то чтобы отпугивает. Мы должны об этом говорить в том числе. Но это больше телепередача. У нас даже многие участники путают жанры телепередачи или документальное кино. Документальное кино должно быть более глубоким. И там абсолютно не обязательно говорить о догматах и канонах церкви. Не обязательно в кадре должен быть кто-то из священнослужителей или верующих людей. Наша жизнь состоит из обычных человеческих историй. Но они по-разному складываются в людей неверующих и верующих. Я как писатель, могу себя так назвать, пишу книги, пытаясь понять, как человеку, верующему, угодить Богу и жить в мире с людьми. Даже о всяких криминальных историях, которые я иногда описывал. Самые разные истории. Даже на Афоне сейчас. Книга про Афону, очередная художественная, и то я говорю о конфликтных ситуациях на самом Афоне, среди людей там живущих. Эти конфликты житейские, они возникают везде. Но как кто из них выходит с Божьей помощью? Как Господь помогает им выйти? И как люди неверующие, куда их загоняет дьявол? Какие капканы? Верующего все равно свет есть. И он придет по воле Божией, куда Господь ему укажет путь. И он будет стремиться к этому. А неверующий, еще раз повторяю, он впадет в уныние, в отчаяние. Все плохо, все пропало, жизнь никакая и так далее. Это одна из тем. У нас могут быть и комедии, и драмы, и сериалы, которые зрители назовут. Не режиссер называют православное кино, а зрители назовут. Православное кино это или не православное. Любое кино, прославляющее Бога своей основой, это и есть православное кино. А фестиваль можно не называть православным. Вообще, надо поменьше называть всякие житейские вещи, приписывать слово православия. Уже у нас православная одежда есть, что-то еще там есть. Слушайте, ну подождите, для этого надо быть православным человеком, чтобы так вести себя, так себя показывать, называть такие вещи. Если это делается из конъюнктуры, чтобы заработать на этом, это одно. Если ты хочешь послужить Господу и помочь людям, это другое совсем. И тогда ты будешь более скромным, кротким, смиренным, как должно быть, как Христос был. И тогда люди поймут, вот это православное кино, это класс, и он православный человек. Смотри, я хочу быть православным, потому что он пример для меня. Смотри, он не обманывает, не лжет, его устраивает то, что он имеет, он не ворует. Ну то есть, ну слушайте, элементарные вещи вообще на самом деле. Не плюет на улицы, не нарушает правила дорожного движения. Слушай, он помогает, когда мне нужно. Ну слушай, ну просто золото, а не человеку. Я хочу быть таким золотом тоже. И вот эти примеры, у нас мало положительных примеров. Сейчас вообще все в отрицательных примерах или в примерах, которые даже не хочется и повторять, из-за того, что они просто гнусные. Я понимаю молодежь, мы все были, и я был. Ну какая разница, сейчас вообще ничего не меняется в жизни. Ну появилось больше телефонов, телевизоров, сетей и так далее. И то, что сейчас появилось, и кстати, это очень важная тема, показать насколько интернет может помочь человеку. Вот допустим книги, я очень люблю много читать, но когда бы я купил там тысячи книг, которые сейчас у меня в телефоне и в планшете. Я их везде читаю. Ну где я куплю? Ну что я где? Как я дома хотя бы размещу их? А теперь открыл любую книгу на любую тему. Любой аудио послушал святых отцов. Псалтерек послушал там в метро и так далее. Как здорово. Но, к сожалению, оно же опять Бог и это дал, да, средства коммуникации современной. Но опять мы их неправильно используем, да. То есть, ну как, углубиться в эти игры. Даже кино пускай смотрит. Ну лучше кино смотреть, чем в эти игры играть, да. То есть, естественно, такая возможность. Он может предвидеть будущее. Но как ему изменить прошлое? Ну а книги для меня просто, я думаю, что если что-то не читая книги, то и дети такие же вырастут. Это безобразие будет продолжаться без книг, я считаю. А теперь, как директор кинофестиваля, скажу, и без хорошего кино очень трудно жить. Даже в семье. Что же ты гонишь, блаженного Иоанна? Почему выдержим бесом? Изгнать его не могу. И у тебя от него не получается. В чем кажешься? Второе деревье пронумерованное. Животные пущенные на воротники. Будет ли еще послушание? Тут всякое бывает. Но такого еще не встречал. Опять врешь? Кто виноват? Не стыдно и помолчать! Холь нечего сказать! В чем смысл жизни человека? Смысл жизни христианина – это служение Христу. Это очень такое простое понятие, но о нем можно говорить всегда. Ты должен, обязан просто прийти, хоть маленькой толике, то любви, которой нас любит Бог. Потому что все должно быть исполнено любовью. Все, что ты делаешь, должно делать с любовью. Это не пустые слова. Мы опять это слово «любовь» перевернули. Мы посвящаем этому слову не те темы, не те фильмы, не те истории берем. Мы берем обычные житейские такие любовные истории. Даже как-то неудобно смотреть их. Я не про пошлость все говорю. Просто очень банально все. А вот на самом деле хорошего православного кино о любви нет. Любовь – это основа нашего существования. Это основа смысла жизни любого христианина. Старец Гавриил, по-грузински мама Габриэли. Сегодня перед этим именем преклоняются многие. Всего лишь через год после кончины он стал легендой в Грузии. Вы в первый раз участвуете в подобном кинофестивале? Здесь, в Украине, да. Первый раз. Мы в этом году представляем фильм «Диадема старца», который мы сняли в 2016 году. А в следующем году с Божьей помощью, как сможем, представим фильм, который вышел в августе. Буквально под названием «Я жду вас в Сан-Таврон». Есть на нашей родной земле удивительная страна – Грузия, избранная Пресвятой Богородицей. Первый удел Божьей Матери. Вся история Грузии, начиная с ее царей и цариц, духовных лиц и простых людей – это глубокая преданность Христу. Сколько в Грузинской Церкви святых царей и цариц, которые предпочли роскоши и довольству жизни, долгое, а иногда и пожизненное мученичество и смерть за Христа и народ. Сколько монахов обогрили своей святой кровью землю. Сколько простых горожан предпочли мученический венец, предательству и отречению от Христа Спасителя. Небесная Церковь полна грузинскими святыми. Многие из них изображены на иконе «Слава Грузинской Православной Церкви». И чем больше читаешь и изучаешь историю Грузии и узнаешь ее истинное лицо, тем больше понимаешь, откуда и за что дано ей столько любви и благословения от Господа. Я филолог русского языка и литературы. У меня никакого отношения нет к кинематографии. Там можно даже не актер. Но вот этим фильмом, моим вторым фильмом, каждым сюжетом, наверное, Господь показывает, что не важно, ты кто. Самое главное, что может делать любовь. И наш старец Гаврил в данном случае. Потому что хотелось бы поделиться с вами радостью той, что вот наш второй фильм «Я жду в Сан-Тавро» на международном кинофестивале в Сербии «Сильный духом». Он буквально две недели назад закончился. Взял приз «Зрительской симпатии». И вот это самое важное, я думаю, приз. Потому что одно дело, когда жюри оценивает, но другое дело, когда это зрительская симпатия. Сам старец снимал фильм. Вот сам снимал фильм. Как вы это ощущали? Самое большое ощущение – это мой диплом, наверное, филолога и диплом моих друзей, инженер. Например, если сегодня мне кто-то скажет, что «Константин, давай сними фильм». Например, такой документальный фильм про своего отца. Или про свой родной город. Простите меня, зовут Костноязычий, но я с разинутым ртом буду смотреть на человека с удивлением, что как он это мне сказал, как я смогу снять фильм. Как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. И вот точно так, именно живой пример всего этого – это самое большое чудо. Вся его многострадальная жизнь была связана с городом Цхета и с монастырем Самтауро, в котором он и по сей день продолжает наставлять, исцелять, укреплять людей в вере, вселять в сердце каждого человека надежду и любовь. И хотелось бы особенно отметить роль простых православных братьев, сестер из Украины, из Беларуси, из России, из всего православного мира. Ну, в частности, я имею в виду русскоязычных. Потому что на протяжении двух лет вот второй фильм мы снимали все вместе. Все абсолютно помогали, все поддерживали. Фильм делался именно на благотворительных основах, именно благодаря простым православным верующим со всего православного мира. Юродивый старец и сегодня, в наши дни, продолжает укреплять людей в вере, вселять в сердца любовь и незримо, а порой и видимо, присутствует среди верующих, независимо от вероисповедания, простых людей, начинающих тернистый и спасительный путь, который называется православием. Играет музыка Фильм я видел еще на стадии его создания, потому что многие очень съемки проходили. При моем присутствии я видел, как работал и Александр Запорощенко, и Александр Плиско, создатели этого фильма. Видел первые версии этого фильма, видел более усовершенственные версии и видел, собственно, ту версию, которая была предоставлена уже для кинофестиваля. Фильм замечательный, потому что он очень хорошо передает и дух монастыря Дехиар на Святой горе Афон, и дух старца Григория, потому что этот человек был изумительный. И о нем можно сказать, что это человек, который стяжел настоящую любовь, любовь к Богу, любовь к людям. Зачастую, конечно, слово было твердое, было жесткое, но оно всегда было с огромной любовью к тому человеку, с которым он общался. И если даже он говорил достаточно, можно сказать, даже жестоко, но это только в том случае, когда я видел, что человек иначе не может понять, человек иначе не изменится, иначе не вразумится. И действительно, старец – это настоящий человек Божий. Я благодарю Господа за то, что у меня была возможность с ним пообщаться. Вот для тех людей, которые не знали его, которые не имели возможности увидеть его и увидеть жизнь в Дехиаре, я думаю, стоит посмотреть этот фильм, когда он, я думаю, когда-то появится в сети или в кинотеатрах пройдет, для того, чтобы прикоснуться к этой светоличности. Надо сказать, что на работу жюри не директор фестиваля, не президент фестиваля, народный депутат Андрей Деркач, не я как проводитель проекта, не влияли. Жюри решало все само, без всякого влияния, все было по-честному и по-настоящему. Актер, журналист и популярный телеведущий Борис Корчевников. Он приехал сюда к нам в Киев, он рад, что у него есть такая возможность, он молился сегодня в пещерах, был у наших Киев-Печерских святых и, слава Богу, сегодня находится на фестивале. Поэтому с удовольствием вручаю ему эту номинацию. И мы надеемся, что наш православный фестиваль будет всегда сотрудничать с телеканалом «Спас», и он всегда будет добрым гостем нашего фестиваля. из немногих наград, которые доводилось получать, это для меня, может быть, самая дорогая. Спасибо большое. Потому что здесь образ Божьей Матери, и потому что это покров. А вы киевлянин? Я луганчанин. Луганчанин, да? Да. Но, тем не менее, мы с вами говорим в Киеве, и логично мне у вас про это спрашивать, потому что когда-то именно здесь, на этих землях, один человек понял, что ничто, как православие, не способно объединить огромное государство. Это князь Владимир. Это было больше тысячи лет назад. И у меня-то чувство, что ничего, кроме религии, и не способно по-настоящему корнево объединить людей. Все остальное будет внешним и очень хрупким объединением. Все остальное будет хождением по тонкому льду. И мы в истории много раз в этом убеждались. Все другие попытки объединиться на почве языка. Язык объединяет, но нет, недостаточно. На почве культуры, да, но ненадолго. На почве какой-то идеологии. Ни одна идеология никогда не работает больше трех поколений. И только религия. Если это не лже-религия, она способна объединить людей. Потому что тогда люди связаны мировоззренчески, глубинно. Антон Юсуровский говорил, что любовь – это не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Религия – это то, когда люди все смотрят в одном направлении и в этом тоже любят. И друг друга, и то, на что они смотрят. Вот вы меня спросили, откуда я ответил с Луганска. А в одной программе вы сказали, что у вас тоже немножко с Луганска. Немножко есть, да. А расскажите, пожалуйста. Я никогда не был, к сожалению, я в какой-то момент, будучи в Израиле, встретившись с людьми, которые знали моих родных. Мой прадед был шойхед в синагоге. Это резник. Резник синагоги. Но это очень большой в иудаизме человек. Был он человек очень религиозным. Супруга его была… Да, и он был в Луганске шойхедом. И супруга его была, кажется… Не знаю. Она в какой-то момент просто прошла юр и тоже стала исповедовать иудаизм вместе с ним. Вместе они народили девятерых детей. Один из них – это мой дед по маме. Прадеда моего звали Гелел, Бел Мордехай Корчемный. Деда уже, кажется… Леонид? Ну, проще немножко, упростили. Да, попроще. Маму Ирина. Деда я никогда не знал, но очень на него похож. И, собственно, вот там вот уже на тропах войны теряется связь этой огромной, очень талантливой семьи. Дед был очень талантливым, музыкантом, воевал и так далее. Но я ничего про него не знаю. Бабушка рассталась с дедом. Илья Михайлович его еще называли. Борис, когда вы стали руководить телеканалом «Спас», ну, я думаю, многие заметили, что «Спас» как-то изменился, преобразился. Там добавилось много не только православных людей, ну, действительно, люди, которые, например, я знаю, что они в храм не ходят, они стали спрашивать, слушай, а ты смотрел там, как там… Серьезно? Да. Ну, это очень радостно для нас, для всей команды, потому что, в первую очередь, «Спас» миссионерство, конечно. В первую очередь. Это не канал, православный канал для православных? Нет. Нет. Это канал для… Это принципиальная история. Это принципиальная история. Мы не обращаемся к тем, кто и так понимает, хотя нам очень важно тоже не потерять людей в церкви, тех, кто уже давно в церкви. И если мы получаем какую-то критику от людей в церкви… Ну, иногда бывает… Я вам честно скажу, совсем консервативная такая критика, например, у вас ведущая была не в длинной юбке, почему ведущая не в платке. Мы слышим эту критику, но, в общем, ведущая от этого не наденет платок. Вот. Потому что, ну, не это главное. Не это главное. Но нам очень важно именно попасть в людей, которые вне церкви. Бывает такое, когда вроде как все очень православная обертка, а внутри какой-то сути нет. Вы впервые за, сколько, кажется, пять лет в Украине, в Киеве, в прошлый раз, если не ошибаюсь, вы были ведущим концерта «Дня крещения Руси». Изменился ли Киев за это время? У меня ощущение, я не выдумываю, что вот хоть сейчас поставь сцену, и мы снова проведем такой же концерт, где же сто тысяч человек будут стоять, и кажется, что сейчас также владыки будут благословлять столпу киевлян мощами князя Владимира. Кажется, что вот знаете, такой сон, страшный сон, что ничего не было, что… Такое впечатление у меня сейчас за эти дни от города. Я гулял, я смотрел… Хотя я был еще раз в Киеве после вот того концерта. Это был Киев февраля 2014 года. Ого! Я думаю, что не надо напоминать, что это за даты. Я видел другой Киев, я видел его. И мне отрадно быть в нынешнем. Как будто бы я хочу в это верить. Весна наступает, хотя на дворе октябрь. Ну, несколько дней назад была прям зима уже. И сейчас опять почему-то весна у нас. Хотя тут два-три дня ничего не поменяли. Ну, точнее, поменяли погоду. Вернемся к кинофестивалю нашему, собственно, Покров. Первый раз на кинофестивале Покров. Какие ваши впечатления? Их не оторвать теперь уже от моих впечатлений о Киеве. Для меня Киев – это была для меня принципиальная история. Я остановился в Лавре. Мы были на службах, мы были в пещерах. Вы сами знаете, как в этих пещерах время останавливается. Может быть, из-за этого у меня это чувство, и вам виднее, как человек, который здесь живет, ошибаюсь я или нет. Но у меня чувство, что время как будто остановилось, и что… Я-то изнутри церкви, даже на Киев смотрю, что это корабль, который плывет через все потрясения. Плывет и проходит. На украинскую церковь выпало потрясений особенно много в последние годы. Она же вот проходит их, и все равно я вижу очень радостных людей. Радостных людей здесь, в Киеве. Радостных людей. Я не знаю, весь ли Киев сейчас такой, но люди внутри церкви такие. Особенно день Крещения Руси, когда сто тысяч человек выходит. Вот это нужно просто видеть и участвовать. Я вам точно могу сказать, что это настоящий Киев. Мне тоже кажется, это настоящий Киев. Я видел по телевизору, только по Спасу показывали, как это происходило. Хороший канал, да. Но, да, но, может быть, смогу принять участие. И ровно такое ощущение от фестиваля Покров, что это подвижники, люди невероятной силы. 17 лет, 17 лет очень тяжелых для государства. Постоянных потрясений, ну, если так по-хорошему говорить, да, то, что происходит на Украине вообще с нашими народами последние годы. Потрясения, перемены. Постоянно все что-то с чистого листа пишется. Это наше общее. А вот 17 лет все через это плывет фестиваль Покров и показывает миру людей. Я, в первую очередь, о творцах говорю режиссеров, которые говорят о Боге. Вот, несмотря на все на это, говорят о Боге и о главном, на самом деле. Вот о главном, куда надо двигаться. Наш канал называется «Киевская Русь». Что бы вы могли пожелать нашим телезрителям? Приезжая всякий раз в Киев, а вот этих 5 лет моего отсутствия здесь как будто бы не было, я вам сказал, я думаю о том, что это святая земля. Действительно святая земля. Когда-то люди паломничали в Киев, как Серафим Саровский. Сколько святых сюда приходило паломничать, и здесь начинали свой путь подвижничества. Всякий раз, когда я приезжаю сюда, у меня в первую очередь Киев – это святая земля. И ваш канал, именно потому что отсюда вот Киевская Русь, вообще отсюда есть пошла русская земля, но она отсюда есть пошла, потому что это святая земля, как любой святой источник. Он бьет отсюда и бьет на одну шестую часть суши и больше. Он бьет отсюда. Я это чувствую всегда здесь очень остро. Что я хочу пожелать тем, кто нас сейчас слышит, канал с таким замечательным названием – Киевская Русь. Вот это тоже не забывайте. Не привыкайте к тому, что вы на святой земле. Что сюда люди иногда на коленях приползали и босиком ходили. Я всякий раз, как гость здесь, в Киеве, это чувствую очень остро. Вот, не знаю, вот люди, которые здесь живут, чувствуют это. Я вам очень хочу пожелать вам чувствовать это, потому что в каком-то смысле вы очень счастливы, что вы здесь живете, в этом святом городе, с такими святынями. Когда мы слизаемо с вимяру часу, то есть когда мы начинаем думать про вечное життя, тогда мы освободимся и живем настоящим жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова